В июне этого года исполняется 500 лет со дня обретения мощей святого Макария Калязинского, основателя Троицкого Калязинского монастыря. Его имя неразрывно связано с Тверской областью. Ведь именно здесь Макарий родился, жил, принял постриг и совершал чудеса. Верхневолжье готовится широко отметить праздничную дату. В местах, связанных с жизнью преподобного, побывала Наталья Чекет. Знакомство с историей жизни Макария Калязинского начинается в Николаевском Клобуковском женском монастыре, который до 20 века был мужским, и куда в 1424 году пришел преподобный Макарий. Здесь он принял постриг и прожил 10 лет. А построенная им келья веками сохранялась под открытым небом. В 1903 году над ней была построена Макариевская часовня. Однако в 30-е годы прошлого века была утрачена. Но в 2009 году ее воссоздали на исконном месте по подробному описанию в житии святого. В житии Макария Калязинского было записано, какой ширины, какой длины, какой высоты была его келья. Это настолько ценная информация, которая нам очень пригодилась, когда мы эту келью воссоздавали. Келья – это самое главное святыня нашего монастыря. После службы в монастыре Макарий Калязинский оставил городской обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь в Калязине. Там был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы, игуменом которого стал Макарий Калязинский. Преподобный прославился как истинный подвижник православной веры и чудотворец. Представился Макарий 30 марта 1485 года в возрасте 82 лет. А с 2012 года мощи святого хранятся в храме Вознесения Господня в Калязине. Из города Тверь, из кафедрального собора Белой Троицы, в рамках крестного хода божьего мощи Макария Калязинского, по просьбе наших прихожан, наших верующих нашего города, мощи были к нам торжественные перенесения, где поныне они хранятся в дубовой раке, в пределе храма Макария Калязинского. В воскресной школе при храме дети изучают историю местных святых, читают и осмысливают житие преподобного. Для местных жителей, не только для местных жителей, Белой Макарий является таким духовным маяком, который является молитвенником, заступником и покровителем нашего города, нашего района. Сейчас напоминанием о духовном подвиге Игумена в начале сохранившейся исторической улицы Калязина стоит бронзовая фигура небесного покровителя города. Памятник Макарию Калязинскому установлен в 2008 году. Средства на его изготовление и установку собирали сами горожане. Святой изображен на фоне стилизованной стены древнего храма. В одной руке он держит макет монастыря, а в другой – посох монаха Игумена. Уже сейчас Калязинская земля готовится к торжествам, приуроченных к 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, который будет отмечаться в этом году 8 июня. Одним из главных событий празднования станет 22-й Волжский крестный ход. Планируется, что Калязин посетит около 2000 паломников. Составили реестр, место размещения. Конечно же, будем в первую очередь размещать наших дорогих гостей. Для паломников, например, которые мы ожидаем, прибудет накануне порядка 2000, будет развернут палаточный нагрех на территории Калязинского машинсо-средоточного техникума. Это закрытая территория, асфальтирована площадка. Там будет все удобства для паломников. Напомним, что недавно состояло заседание, где рассмотрели план проведения культурно-массовых мероприятий, куда вошли выставки, концерты, художественные конкурсы. Глава региона поручил дополнить его содержательными событиями, популяризирующими в масштабах страны духовное наследие святого Макария Калязинского и древней Тверской земли. Мы не просто исторические города, а мы сегодня территория, которая имеет огромное культурное значение, огромное историческое значение для того, чтобы понимать, как развивалась центральная Россия. Тверская область и Калязин, и Кашин, которые рядом с ним находятся, что это не просто исторические центры в прошлом, а что это хранители наследия, которые сегодня могут все это показать, сегодня могут дать возможность молодежи представить, какой уровень развития был 500 лет назад на нашей земле. Игорь Руденя также отметил, что во время подготовки должны быть решены вопросы ремонта объектов, где состоятся основные торжества, благоустройство прилегающей территории и приведение в нормативное состояние подъездов к местам проведения мероприятий.